Итоги работы за год подвели члены общественного совета при окружном УМВД на очередном заседании первом после длительного перерыва. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, общественники помогали ветеранам и малообеспеченным семьям, продолжали проводить встречи с подростками и молодежью. Итоги, я считаю, хорошие, что мы даже в этот период, когда была пандемия, мы занимались работой, встречи с молодежью в школах, учебных заведениях, профтехучилищах, детских садах, на всяких мероприятиях проводили, но и есть положительные результаты. И эта работа продолжится. Согласно утвержденному плану мероприятий, на текущий год члены общественного совета станут участвовать в профилактических рейдах и акциях УМВД, проводить совместные встречи ветеранов с молодежью, а также уроки безопасности в школах и вузах. Активно включиться в эту работу планирует и новый член общественного совета, заместитель председателя молодежного парламента округа Денис Мартынов. Своим примером он хочет показать подрастающему поколению важность взаимодействия с полицией и ведения правильного образа жизни. И начинать, по его мнению, стоит с детского сада. Воспитание идет именно с младшего поколения, поэтому если мы будем доносить с самого раннего юного возраста для детей правильный образ жизни, не нарушать закон, соответственно, в дальнейшем уже будут зависеть от родителей, если они далее поддержат это и будут им тоже сам об этом рассказывать. Также в ходе заседания был избран новый заместитель председателя общественного совета. Им стал Александр Ворошила. Работу общественников оценил и начальник окружного ОМВД. Работа общественного совета действительно, я оцениваю, положительная. Она играет активную роль как в работе полиции и взаимодействии полиции с населением нашего района. И скажу так, активно играет роль и в патриотическом воспитании молодежи. Также играет огромную роль в формировании общественного мнения о полиции. А самым активным общественникам начальник ОМВД по Одинцовскому городскому округу вручил благодарности.